Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, это мой канал Моя Американская История. На этом видео меня, ну, у меня как всегда, у меня вечно всегда, меня все вдохновляют на видео. В общем, на это видео меня вдохновило видео Лины Личман о том, что не все иммигранты работают в IT, и что, начиная с нуля, можно добиться многого здесь, в Соединенных Штатах. На этом видео Лина пыталась объяснить, что многие переживают, когда, ну, собираются сюда переезжать, что если ты не работаешь в IT, если твоя профессия не связана вот с IT-технологиями или там с инженерством, потому что, ну, действительно, работу технорям найти здесь легче, никто не спорит, то в Америке вы ничего не добьетесь. Нет, это абсолютно неправда. Просто, вы знаете, IT-специалисты, технори, инженеры и так далее, у них, конечно же, есть приоритет в том, что они могут приехать и сразу же начать делать хорошие деньги, им легче будет найти хорошую квалифицированную работу сразу и так далее. Но что делать тем, у кого или вообще нет высшего образования, или у них нет технического высшего образования и так далее? Еще раз, не бояться начинать все с самого начала, с низов. И почему я решила сделать вот это самое видео? Просто у меня есть куча знакомых, которые, не имея образования, вот такого специального, айтишного, технического или еще там какого-то, по которому они в Соединенных Штатах могли работать на должности по специализации своего высшего образования, потому что нельзя. Например, там, доктора и так далее. Я это видео хочу сделать как примеры тех людей, которых я знаю, эмигрантов, наших, не наших, которые так же росли и поднимались. Но это видео для тех людей, кто хочет, имеет возможность поехать в Соединенные Штаты, но боится, что он ничего не добьется. И это видео для тех людей, которые амбициозны, инициативны, трудолюбивы, не лентяи, которые выполняют свою работу добросовестно и не боятся начать все с самого начала. Это видео для вас. И теперь я бы хотела привести несколько примеров тех людей, которые на моих глазах, вот они точно такие же и были. Они эмигранты, они приехали. У кого-то было высшее образование, там, ну, юридическое, экономическое. У кого-то не было образования. Ну, их объединяло одно. Они не боялись начать все с самого нуля, и они были трудолюбивы. Итак, первое начну с девочки, которая приехала из Латинской Америки. Зовут ее Андрея. Вот. Она из Чили. У нее было как раз незаконченное юридическое образование. Она работала официанткой. Но она настолько хорошо официанткой работала. Ну, вы знаете, что официанткам, да, официантам не очень хорошо платят. Им платят где-то 3 доллара в час. И на все остальное, на типсы, которые они покупают, ну, получают ночевые. Они и живут. Эта девочка настолько хорошо работала официанткой, что ее заметили менеджеры из других ресторанов. Быстренько сейчас оговорюсь. Ребят, давайте договоримся. Я не знаю, какое значение предписывают слово менеджер в русском языке. На английском менеджер значит начальник. И я, честно говоря, мне довольно-таки трудно понять, когда все говорят, он менеджер, он менеджер, он менеджер. Столько начальников в России. То есть в Америке менеджер это начальник. Если это менеджер ресторану, он один. Потому что там есть один начальник, он менеджер, он начальник ресторана. Он не владелец, но он начальник там. Или он может быть и владельцем также. Вот. Или там, я не знаю, в банке. В банке может быть только один менеджер. Он менеджер какого-то филиала банка. Вот. Он один, поэтому менеджер – это начальник, руководитель. Менеджеры, начальники из других ресторанов начали ее замечать, насколько здорово она работает с людьми. Если она хорошо работает с людьми, то, естественно, они больше заказов делают, они чаще приходят, они заказывают что-то, может быть, более дорогое, потому что она им может разрекламировать это и рассказать, выгодно продать. Ну и ее кастомы-сервис, я не знаю, как это по-русски сказать, был отменный, конечно. И вот эти вот люди, которые приходили, менеджеры из других ресторанов, господи, сколько раз я просто с ней работала, сколько же раз ее туда переманивали, в другие рестораны, и если ей платили на этой работе 3 бакса в час, то куда ее звали, ей предлагали 8 баксов в час. Это действительно много для официанта, плюс чаевые, то есть 8 баксов в час плюс чаевые, хотя она получала до этого 3 доллара в час плюс чаевые, вот. Но она сохранила и лояльность к своему менеджеру в своем ресторане, ну, где мы работали, вот. И менеджер, он ее, действительно, он ее ценил и в нашем ресторане, эту девочку. И, естественно, менеджер рассказывал о ней владельцу ресторана. И как только у владельца ресторана появилась еще одна, еще один ресторан он открыл, он сразу же сделал ее менеджером того ресторана, он не мог сделать ее менеджером этого ресторана, потому что он уже был менеджером, то есть пришлось бы дяденьку, который работал с нами бы увольнять. Вот, поэтому он дождался, пока не откроется еще один ресторан, и после этого он ее послал туда работать, но уже не как официанты, а как менеджер. К чему я? К тому, что, ребят, все замечается, все видно. Ни один нормальный менеджер, не, бывают дебилы, правда, но в большинстве из них все нормальные, ни один нормальный менеджер не захочет хорошего работника терять. Это первый пример. Второй пример. Ну, а если захочет потерять, то его всегда другие возьмут. Второй пример. Девочка. Моя близкая подруга. Она работала в банке. Начинала она, как же это называется, evening teller, как ночной кассир. Ну, как бы она не ночью работала, она просто, ну, банк, например, закрывался 4 часа вечером. А здесь есть такая штука, которая называется drive-thru или drive-up. То есть, вот, когда люди сидят в машине, они из нее даже не выходят, они подъезжают к окошечку и делают там депозит или берут деньги из банка. Вот. И вот он начинал вот с night teller или evening teller. То есть, она где-то работала, она в 11 дня приходила и там до 7 вечера сидела. Банк закрывался в 4 часа. И с 4 до 7 она была одна в банке, работала вот как этот drive-thru teller. Я знаю, что в некоторых банках не разрешают одному находиться, но вот она была одна. И вот эта вот именно работа считалась как entry-level, самая-самая первая. Вот. То же самое. Она очень хорошо работала. Отменный customer service. У нее не было ни одной ошибки. Если ее просили там дополнительно поработать или еще, естественно, за это ей платили. За дополнительно, потому что оплата производится в час. Почасовая оплата. Она соглашалась без проблем. Более того, когда она дома одна оставалась, иногда не было клиентов. А что она делала? Она там, например, я не знаю, файлингом занималась. Файла, документы раскладывала, организовывала. И так как никого не было, никто этого не видел. Но, ребят, поверьте мне, все это замечается. Если вы думаете, что менеджер не видит, кто-то, а никто не видит, что вы там дополнительно работаете, что-то дополнительно делаете, поверьте мне, это все замечается. Я на своем примере тоже могу это сказать. Все это замечается менеджером. И как только у него будет возможность протолкнуть вас на более высокую позицию, они это сделают, потому что ему такие работники нужны. Они не хотят вас терять. Окей, ладно, вы с этой девочкой. Давайте продолжим. Ну так вот, она начала Night Teller. Потом, когда опять кто-то ушел, ее уже подняли Daytime Teller. Daytime кассир, да, в течение дня он работал. Она в 8 приходила, в 4 уходила. Очень хорошее расписание. Потом, когда от них ушел как бы супервайзер этих кассиров, ну как главный кассир, она, ее менеджер промотнула, ну поставила на позицию уже вот этого главного кассира. Естественно, и она выросла карьерно. Естественно, ей зарплату дали уже другую, потому что она уже считалась супервайзером. Вот, пожалуйста, еще один пример. Ну и, естественно, потом она уже росла и росла. А сейчас она работает как personal banker. Она начала только 4 года назад, поэтому она как бы до начальника еще не доросла, но может. Дальше. Еще одна девочка. Она работала вот как раз вместе с моей подружкой. Она из Сальвадора. Эта девочка другая, сейчас я про другую говорю. Та была русская. Это из Сальвадора. То же самое. Она с ней работала. Начинала она тоже как ночной кассир. Потом ее повысили до дневного кассира. А потом пришла клиентка. Вот клиентка пришла. И она увидела, насколько классно у нее также развит этот customer service. Насколько здорово она общается с клиентами и так далее. И она походила так несколько раз, а потом предложила ей работать у себя в компании. У нее компания риэлторовская. И она сейчас получает в 2-3 раза больше, чем она получала в банке. То есть, опять же, она ушла в эту риэлторовскую компанию. Она не риэлтор, нет. Абсолютно нет. Она сидит в офисе, занимается там бумагами. Но точно так же она росла, росла, росла. Сейчас она такой же супервайзер, только вот в этой риэлторовской компании. И она получает очень хорошие деньги. Теперь давайте вернемся опять к этой девочке, к русской, которая в банке отработала и которая сейчас personal banker. Ее менеджер. Ее менеджер приехала из Уругвая. Вот. Она сюда приехала сколько ей? Лет 16, наверное, было. Вот. Я просто туда часто хожу, поэтому я их все знаю. Ну вот. То же самое. Она 18 лет. Она начала работать part-time на неполной рабочей занятости. Теллером, точно так же, кассиром. Самая ситуация. Она здорово работала. Ее продвигали сначала дневной кассир, потом начальник кассиров, потом personal banker, потом она стала заместителем менеджера, начальника банка. А сейчас она начальник. Далее. Магазин, например. Начать с нуля в магазине. Между прочим, насчет банка. Ребята, вы когда, ну, немножечко по-разному, да, нанимают в банк здесь и в России. Здесь образование не нужно для того, чтобы работать в банке. Здесь нужен диплом об окончании школы, средней школы. Аттестат, в общем, нужен. Вот. То, что вы наличку хотя бы в руках держали. Даже если вы работали, там, я не знаю, кассиром где-нибудь в магазине, вы можете стать, вы можете начать работать в банке и расти, потому что у вас есть, как бы, опыт с деньгами. Вот. Это то, что они требуют, например, при устройстве на работу. Вот. Высшее образование они не требуют абсолютно. И вообще, как я поняла, в Америке очень, очень приветствуется опыт. И он, опыт, ценится намного больше, чем образование. Ну, не во всех сверх, естественно, если это доктор, тебе по-любому это образование. Нет. Ну, тот же самый банк, например. Например, если у человека будет выбор нанять или же кого-то с высшим экономическим образованием, но абсолютно без опыта работы, или человека без всякого высшего образования, но который уже два года до этого проработал в том же банке кассиром, ну, я имею в виду в любом другом банке кассиром, то возьмут того, который проработает в каком-то еще там банке кассиром. Потому что у него есть опыт. Опыт здесь очень ценится. И чем больше вы накапливаете опыта, чем лучше вы работаете, тем больше у вас шансов расти, расти, расти. Дальше. Магазин, например. Не бойтесь начинать опять с самой такой entry-level position. Например. Recovery. Recovery – это те люди, которые, например, там, одевают манекенов, раскладывают одежду, складывают одежду. Ну, вот за этим совсем зря. От касси они не имеют никакого отношения. То есть они вот делают так, чтобы красив выглядел магазин. Убирают там фитинг-румс, да, примерочный. Когда там люди понабросают тряпки, они их убирают, развешивают и так далее. Обычно эту должность нанимают люди, которые не очень хорошо говорят по-английски. Но все равно, если у вас нет больше другой возможности, да, нигде найти работу, то сколько они? Ну, 8 долларов в час платят. Ну, там и бенефиты есть, и все в том же Мэйсисе в магазине. Почему бы и не начать? Почему я с этого опять начинаю? Я работала просто там два месяца. А это была у меня сезонная работа. Работала я на вот Thanksgiving, День Благодарения и Рождество. Ноябрь-декабрь я там проработала. Вот. Им просто нужна помощь была. Я устроилась кассиром. Слава богу, на рекавери меня не взяли. Я чуть-чуть поработала там, как рекавери, когда просили там заменить. Это не для меня все складывать, раскладывать нет. Я не организатор, я это все не люблю. Органайзер, это все в порядок приводит не мое. Мне больше с людьми нравится общаться. Ну, так вот, ребят, там были менеджеры. Там было несколько менеджеров, потому что начальников. Но они как бы были начальники отделов. Не просто менеджер, а вот именно начальники отделов. Менеджер косметического отдела, менеджер мужского отдела, менеджер женского отдела, ну там где одежда продается и так далее. Ну так вот, все эти менеджеры, они все иммигранты, кто-то из Латинской Америки, кто-то из Африки, кто-то еще тут. И ребята, они все точно так же начинали с нуля. Большинство из них начинало именно с recovery, складывали одежду и чистили примерочные. Почему они стали менеджерами? Да потому что они не боялись работать. Они показывали свою инициативность, они работали, они делали продажи, они делали больше, чем от них ожидали. Поэтому их и вверх всех поднимали. Опять, давайте на себе расскажу. Вот два месяца. Ребят, я за эти два месяца сделала им такие goals. Вот goals это, я не знаю, как по-русски перевести цель. Вот, например, тебе говорят, вот сегодня это там продать должен, я не знаю, вот на такую-то сумму. Да? Вот. Я эти суммы там в три раза больше делала, чем нужно было. И через несколько... Знаете, почему я это делала? Я сейчас скажу. Потому что большинство из кассиров, которые там были, Ну а что, они такие медлительные, они стоят на кассе, что-то там делают, ждут, когда к ним придут клиенты, да, там, ну покупатели, да, там, набрали вещей и расплачиваться. Они стоят, ну никто не идет, ну ладно. Она там кофточку какую-то свернет, повесит и так далее. А что я делала? Ребята, я вот так по всему магазину носилась и смотрела, где люди стоят в очередях со своими тряпками там, со своими товарами. Я им говорила, если хотите, я вам могу помочь. Вон там-то. Они же не за мной, там, где моя касса была. И я по-быстрому, потому что те, кто был в Мэйсисе, я не знаю, это во всех Мэйсисах так или только, в нашем, кассиры супер медлительные. Не знаю, с чем это связано, с тем, что им за час платят, поэтому им пофигу. Вот. Я все это очень быстро делала, и поэтому у меня, через меня проходило очень много людей. Вот. И у меня продажи в три раза были больше, чем моя goal, чем моя, как бы, цель, которую мне дали за день, например. Вот. Ну и опять, если нужно было кого-то заменить, менеджер ко мне подходил, Наташа, ты сможешь сегодня на два часика остаться попозже? Опять, мне за это платили, это не бесплатно. Или там, а ты не могла бы завтра пораньше прийти? Без проблем. Все это да, без проблем. И я потом очень сильно удивилась, когда через две-три недели после того, как я начала работать, ко мне подходили люди, которых я абсолютно не знала, которые в этом месяце уже там. Годами работали. Говорят, а это ты такая-то такая? Я говорю, да. Я сразу такая, о господи, что я не так сделала. Ой, ты знаешь, я просто на тебя хотела посмотреть. А тебе все менеджеры говорят, все менеджеры отделов, как ты там гол сделаешь, как ты классно работаешь и все такое. Тебя так хвалят, тебя так хвалят. И, мне за что, я, честно говоря, пошла в Мэйсис поработать только для того, чтобы у меня дополнительная скидка была. Потому что я тут магазин очень сильно люблю. Вот, а когда ты работаешь там, тебе дополнительная скидка 20%. Плюс еще купоны, тоже где-то 20%. В принципе, у тебя получается 40% офф. Более того, в Мэйсисе как бы дают Мэйсис Манни, так называемое. Когда ты там, ну там, я не знаю, открываешь кредитку для человека. Неважно, одобрят эту кредитку, не одобрят. Если ты кредитку эту, если они соглашаются покупателям на кредитку подавать, тебе дают деньги. Мэйсис тебе дает за это деньги. 3 доллара за каждую кредитку. Вот, и чем, может, ты как бы предлагаешь покупателям кредитки эти Мэйсисовские, которые очень хорошие, там очень много бенефитов, тем больше у тебя денег, и тем больше ты можешь потратить в Мэйсисе этих же самых денег. Вот, иногда я там бесплатно абсолютно вещи покупала, потому что у меня накапливались эти деньги. Вот, между прочим, тоже не только беготня за клиентами, но также вот предложение вот этих кредиток для Мэйсиса и для менеджеров. У них, наверное, тоже эти scorecards есть, и для них очень-очень важно, чтобы их подчиненные открывали много кредиток. И чем больше кредиток они откроют, тем как бы лучше менеджеру, тем больше, тем больше там менеджеру идет похвалы от руководителя самого там магазина, вот, и так далее. Я тоже вот, я не ленилась, при мне очень мало кассиров открывали вот кредитки. Почему? Потому что им лень, они спрашивают, хочешь кредитку Мэйсисовскую покупать? Ну, я не хочу, нафига мне еще один кредит там? Вот, они, им просто лень была объяснить, насколько выгодна эта кредитка. А я им объясняла, вот смотрите, если вы там, на нее подойдите, вам дадут, вам сразу же вот эта вот там вещь, которую вы покупаете, минус 25%. Вот покупаете вы ее за 100 долларов, а если вы сейчас получите кредитку, вы ее получите за 85 баксов. Понимаете, вы покупаете за 85 баксов, вы 25 уже экономите, плюс вам будут прислать купоны, или я там могу отсканировать купон, минус еще сколько там долларов, и вы там вообще за 60 купите, да, например. Например, а другим было просто лень это объяснять, мне предлагали там остаться, они мне предлагали повысить зарплату, и так далее, на какую-то другую должность, я отказалась. Мэйсис – это не мое, как бы два месяца я там поработала, и хорошо, я не хочу больше продавать, и как бы я устала, это не мое. Продажи – это не мое, мне хорошо получается продавать, но не мое. Вот, вот там покупать – это уже абсолютно другое. И теперь еще пример про меня, то же самое. На своей, я работаю в финансовой компании, мы предлагаем ипотеки, кредиты и так далее. Но у меня работа, она больше, знаете, она больше аналитическая, чем продажная. Она больше связана с аналитикой, с операциями, с анализом, чем с продажами, да, вот именно этих кредитов и так далее. Я больше это все анализирую, провожу аналитику и так далее. И операции по этим всем кредитам. Но я их не продаю. Точно так же, я начинала на entry-level position, на самой-самой первой, на самой низшей должности. Опять моя менеджер заметила, как хорошо я работаю. Я все быстро очень схватывала, я схватила систему, очень быстро которая там была. Я приходила раньше, я могла там задерживаться, естественно, опять мне за это платили. Если опять моей менеджер нужна была помощь, и она меня там просила остаться на какое-то время, или прийти пораньше, да без проблем. Или кого-то, как это сказать по-русски, cover, прикрыть, да, кто-то заболел, без проблем. То же самое, я делала очень много вещей в отсутствии менеджера. Точно так же и файлингом там занималась, файлировала все эти документы и так далее, просматривала. Там папки клиентов, которые уже сто лет назад эти ипотеки свои выплатили и так далее, там плала в отдельную папочку. Никто не видел, чем я это занималась. Но менеджер это все знал, я не знаю откуда. Все это замечается, вся ваша работа, все это замечается. Вот сейчас я супервайзер. Маленький супервайзер, у меня в подчинении 4 человека, но супервайзер. И потом, когда пришла возможность мне работать уже больше по продажам, вот этих ипотек, кредитов и так далее, я отказалась. На меня, я помню, на меня менеджер, моя даже ругалась, говорит, как ты так, ты не используешь эту возможность, тебе нужно расти, тебе предлагают эту должность. Не только предлагают как бы высшую должность, на тебя еще предлагают больше денег. Но я отказалась. Как бы я не жалею об этом, потому что опять, продажи это не мое. Мне нравится моя работа вот эта аналитическая. Я понимаю, что если я не уйду на эту работу, на более высокую, на эту должность, на работу на должность, я дальше расти не смогу. Или теперь расти по продажам, или вот сидеть в аналитике. Я предпочла сидеть в аналитике, чем идти по продажам, потому что это очень большая ответственность. Опять, не мое, мне не будет нравиться то, что я буду делать. Вот. И опять, у меня была возможность, и может быть, большинство людей воспользуются ею. Я нет, потому что денег не хватает. Вот. Работа мне моя нравится, я не хочу терять вот эту вот именно должность. У меня высшее педагогическое образование, тут нафиг никому не нужно. Нет, вы можете работать с учителем в школе, я ничего не говорю. Правда, вы можете начать учить детей в школе, может быть, с ассистента учителя. Вы можете расти до директора школы, правда. Вы можете, если у вас есть педагогическое образование, любое. Вот. Но, когда я пришла в эту финансовую компанию, им было педагогическое образование, вообще пофиг было. Им нужен был также диплом о высшем, ой, им нужен был диплом об окончании средней школы, который у меня был. Вот. И считай без образования, потому что оно не нужно там. И вот, без образования также могла пойти еще больше вверх. Они не заставляют учиться. Нет, ты хочешь учиться? Без проблем. Вот. Но это опять, это я. Это я сейчас ленюсь. Я не хочу ни учиться, ни дальше расти, потому что там слишком много ответственности, продажи и так далее. Но любой другой нормальный человек, не как я, да, без образования, если он хочет расти, он это будет делать, он будет пользоваться ситуациями. Вот. Вот просто не нужно никогда бояться. Ребята, если вы, опять повторяюсь, если вы хороший работник, если вы не лентяй, то поверьте мне, вас или заметят ваше собственное начальство, потому что им не захочется терять человека, который им выгоден, понимаете. И они всегда, имея возможность, будут вас проталкивать наверх. А проталкивая вас наверх, будет остановиться и понимать ваша зарплата. Или, если менеджер ваш идиот и не будет вас ценить, опять, таких очень мало случаев, ну, бывает, ну так, ну так вот. Ну так вот, то вас всегда заметят другие менеджеры, другие люди в других компаниях, которые вот такого работника захотят и вас просто переманят в другую компанию на более высокую должность и на более высокий оклад. Ну, дальше, очень быстренько скажу. Ой, а, кто-то мне написал, а, вот-вот она девочка, вот она эмигрантка, она работала два года в каком-то магазине, и у нее хороший английский и все такое, и вот через два года она вернулась в Россию, она блогер какой-то. В общем, посмотрела ее видео, ее видео это, где-то там, в Россию возвращалась, говорила, какая плохая Америка. Но, что я хочу сказать, да, вот она, типа, два года работала, и нифига, ее не переманили никуда, да, типа, она так и не выросла, что на нее там стучали эти, ее коллборкерс. Я просто качество еще расскажу, отдельное видео сделала, но есть дебилы, конечно, но их очень мало. Я вам так могу сказать, что на вас будут стучать, особенно на такой, на низшей должности, на которой она работала, только в одном случае, если ваши коу-воркерс, леги, будут выполнять работу за вас, вот в этом случае они не будут стучать, они будут жаловаться на начальника. У меня была такая ситуация, у меня лично, поэтому я, как бы, представляю себя на месте ее коллег, и я на их месте тоже пошла бы жаловаться, потому что вот на такой низшей должности, там не за что бороться, понимаете, а, скорее всего, эта девочка просто-напросто ленилась, ее коллегам приходилось выполнять работу еще и за нее, только платили им, только за себя, никак не за нее. И вообще у меня такое впечатление сложилось, что она, как бы, она изначально не хотела работать, она об этом говорит, что вот, работать, всю жизнь, как это так, лучше, там, к родителям в Россию уехать, и не работать вообще. Ну, если у тебя такой подход, не работать вообще, ну, да, тебе местное не в Америке, и респект в том, что ты вернулась в Россию, потому что многие здесь сидят, но это в России не торопится, так что те, кто уезжает, хотя бы, ну, вызывают уважение. Далее, это первое. Второе. Еще раз повторяю, что в большинстве случаев в магазины вот на такую вот работу, как у нее, как она говорила, там она коробки таскала, манекенов одевала, это recovery, про которое я говорила про Мэйсис. Там берут людей с плохим английским. Чтобы там надолго задержаться, я сразу прошу прощения, у кого плохой английский и все такое, ты или не выучил английский на должном уровне, потому что тебя не могут поставить в кассиры хотя бы для того, чтобы общаться с клиентами, потому что ты должен общаться с клиентами, если ты не говоришь по-английски, ну, как тебя туда поставят, да? Ну, или ты очень сильный лентяй. Два года просидеть при кавре, блин, ребят, ну, извините меня, или ты должен быть или очень ленивым, или очень тупым. Я прошу прощения, но, правда, у меня другого, как бы, explanation нет. Хотя эта девочка утверждает, что у нее хороший английский. Ну, не знаю. Не знаю. Правда. Или ленивый, или глупый. Больше я не знаю, каким нужно еще быть, чтобы в Америке за два года в магазине с рекаврой не вырасти хотя бы до кассира. Не знаю. Может быть, ошибаюсь. Не знаю. Я, как человек, который прожил здесь 9 лет, могу утверждать, что если вы хороший работящий человек, работник, я не говорю о нелегалах, я говорю о тех, кто легально работает, потому что эти ребята легалы, которые работают за кеш, они могут быть обалденными работниками, но их работодатели максимум, что могут сделать, им прибавить заплату. Двигать они их никуда не могут, потому что они не могут это сделать, потому что эти люди нелегалы. Ну, а те, кто легально находится в IT-сфере, классно. Вы сразу же начнете хорошие деньги сделать, вы сразу же найдете работу, я уверена. Но те, кто в этих сферах не работает, опять не отчаивайтесь, не бойтесь начинать все с самого нуля. Если вы хороший работник, вас заметят и вас промотнут. Спасибо большое за ваше время. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если были какие-то вопросы, задавайте. Спасибо. До свидания.